по поводу тюрем и в целом освещение чтобы туда поехать и чтобы это все показывает я конечно понимаю что людям интересно с одной стороны с другой стороны надо распространять это но вы не представляете чего это нам здесь стоит подавлять чувства ведь это одно из чувств которые нас заставила оставить все свое пожертвовать этим и выйти на этот путь и вы представляете если мы постоянно будем вот этот негатив вот это все что происходило с мусульманами в этой гуще будем находиться что с нами может произойти я других не знаю но я я понимаю что это ни к чему хорошему не приведет мы были в мечети амьяцком там группа мусульман сидела которые сильно и вышли не рассказывали свои истории так вот я даже не приблизился к ним понимаешь какой ужас там хотите понимать что делали с мусульманами посмотрите что делали христиане с мусульманами в андалосии что французы делали в алжире там других а африканских странах ну ничего нет не отличается это все я просто у меня сил нету ни сил ни эмоций ничего нету пока туда ехать честно я мне часто приходится бывать в тех селах которых люди поддерживали эту всю мерзость и я боюсь потом не буду себя контролировать это это очень тяжело это ну пока вы своими глазами это все не видите пока вы тех сестер которых насиловали не увидите своими глазами пока вы этих маленьких детей которые из тюрем выходят не увидите вы понимаете что люди заходили в тюрьмы будучи сами детьми а выходят с детьми вы же понимаете это откуда ты все это это не просто писать текст это не просто говорить в интернете вы должны понимать что здесь тоже люди реальные люди с чувствами с эмоциями и это не все так просто делается это мы же не какие-то мунафиг и субханаллах которые будут говорить одно а делать другое это не так делается это мусульмане носители этой религии носители чести достоинства этой религии аллах возвеличил нас именно этой религии и мы не можем позволять себе излишней эмоции излишне вот это все это я сейчас не в силах это все пойти туда и освещать если у кого-то есть силы терпения возможности можете поехать туда проблем нету я пока не в силах ну достаточно того того ужаса который я увидел и у меня достаточно пока что терпение только на это я на больше я не способен чтобы чтобы терпеть этих этих золимов на футиле беля это очень сложно это очень сложно мне легче вла быть под пулями освещать бои мне легче быть под бомбежками освещать бомбежки нежели вот это все освещает или же брать интервью у той сестры которую насиловали лежу того брата которого питали вот рядом с нами сейчас брат находится который был там под пытками ну я даже у него спрашивать не буду не не хочу и сейчас я не в таком состоянии вы не знаете в каком состоянии здесь муджахиде сейчас вы нам очень много вопросов задаете но у нас нету ответов на них пока все здесь на эмоциях многие даже представлять представить себе не могут эту милость аллах который отдал им мы практически каждую минуту благодарим аллах за эту милость за то что мы мы дошли до этого что нам удалось освободить столько людей там там сотни тысяч вы понимаете спонова это не это не шутки это жизни это судьба людей там сотни тысяч и в общем это очень сложно просто постарайтесь доверьтесь нам доверьте своим братьям кто в политике работает сегодня кто военном плане работает просто доверьтесь и это касается и сианистов и всех остальных посмотрите если бы это был сговор со сианистами и с другими чтобы так сейчас не бомбили бы это все и в общем есть определенные моменты которые которые не получится так просто взять и комментировать это но она не так делается она нуждается в том что вы просто доверились просто доверились мы упаваем на ласпан а вот это делаем все причины того чтобы донести до вас истину а наши братья все причины чтобы обезопасить мусульман здесь как со стороны политики так со стороны военного направления так со стороны экономики народ очень плохом состоянии очень плохом состоянии народ напуган до смерти просто народ напуган до смерти напуган на руку они не не верят что вот эти силы которые сейчас пришли они пришли с освобождением не верят не от того что не доверяют там или боятся не верят настолько что они не верили что смогут освободиться от этого гнета поэтому в какой бы силу мы не заходили нас целуют там нас обнимают плачут там поэтому сейчас этот народ важнее чем все остальное эти мусульмане эти притесненные важнее чем все остальное и работа ведется именно на них сейчас поэтому я призываю всех понять людей здесь и и постараться доверять параколов веку